МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Марина. Сегодня я хочу вам показать, как я шила трусики для куколки Бэби Бон. Платьица есть у нас, а теперь есть и трусики. Вот такие красивые, под цвет платья. У нас теперь комплект. На канале уже есть мастер-класс трусы на липучках. Они похожи на памперс. Но сегодня будем шить настоящие трусы. От платья осталась ткань, буду шить трусики. Складываю лицом к лицу. Сейчас я не буду соблюдать ни долевую, ни поперечную, потому что у меня маленькая ткань. Осталось мало. Делаю выкройка, обвожу выкройку. Она с припусками на швы. И делаю две детали одинаковые. На выкройке показано, что вперед меньше. Это задняя часть, это передняя. Я выкроила двое одинаковых трусиков. Нужно сшить бока. Трусики на куколке должны быть свободны. Прошила шов. Потом его вот так нужно сложить и прошить еще по лицу. Получится вот так. Это нам нужно для удобства, когда будем вставлять резинку, чтобы нам легче было. Теперь надо вставить трусики друг в друга. Соединила трусики. И нужно вот здесь загнуть в этом месте и прошить по краю шов. Может быть, даже резинку вставлять не буду. Сейчас посмотрю, как получится. С этой стороны также буду делать. Загибать с обеих сторон и прошивать. Я подрезала один сантиметр. Мне показалось, они очень высокие. Обметала строчкой зигзаг край и загнула, оставив небольшое отверстие для булавки, чтобы вставить резинку. Впереди я загнула побольше, сзади меньше. Замеряем обхват животикой, чтобы немного было туго. И я себе заметила, сколько мне надо резинки. Резинка вот у меня очень слабая. Это я на маске ее использовала. И другой нет. Придется такую вставлять. На спинке я сделала, здесь не прошила. Видите, отверстие. В любую сторону резинку. Швы нам боковые не будут мешать. Они у нас зашиты. Примерка на куклу. Можно оставить как есть. Легко снимается. Если не нравится, сделать надо шов, вставить резинку. Но резинку придется вставлять, сделать маленькую дырочку с изнанки. И потом ее зашить. Точно не знаю. Может быть сейчас это сделаю. Я решила все-таки резинку вставить в ножках. Хочется сделать как задумала, а не как тяп-ляп. Покажу, как я это делаю. При помощи вот такой штучки я делала дырочку. Сначала прошила шов по кругу. Ну, где-то меньше, чем сантиметр. 0,8. Только для того, чтобы вставить булавку и резинку. Затем, сейчас я покажу эту дырочку. Вот она, эта дырочка. Вот она. Сейчас я ее ниткой с иголкой зашью. Другого варианта я не придумала. Если у вас есть что-то еще в голове, подскажите. Буду по-другому шить. Так, ищу эту дырочку. Где она у меня? Где эта дырочка? А, вот. И буду ее зашивать. Конечно, через край. Что делать? Но все будет хорошо. Вот так зашиваю дырку, через которую вставляла резинку. Остатки ткани. Совсем немного осталось, но на туфельки хватит. Или, может быть, скомбинировать и что-то, головной убор какой-то сшить. Комплект доготов. Монтировала видео и все-таки поняла, в какой момент надо вставлять сюда резинку, чтобы не делать с изнанки дырку. Выкрыла еще одни трусы. Сэкономила ткань. Вставила какую-то на подкладку другую. Смотрите. Когда прошиваем, вверх еще не трогаем. Прошиваем. Здесь оставляем дырку, отверстие для булавки. И вот разъединяем. И у нас здесь получается вот оно, отверстие. Мы через него можем вставить резиночку. Я-то шила трусы, не понимала, будет резинка, не будет резинка. И пришлось сделать дырочку, чтобы вставить резинку. А сейчас я легко и свободно вставлю. Так, где булавки, где резинки. Ну, надо же, когда приходит в голову при монтаже видео. Ну, потому что я думаю, ну, что же такое? Ну, почему дырку надо делать? Смотрите. Между двух трусиков, между двух слоев ткани я ищу. Сзади она у меня сделана, это отверстие. Вот. Ага. И все. И вставляю. Оказалось, все просто. Ну, потому что у меня нет опыта. Трусики такие я шью первый раз. Эти трусики я выкроила пошире. Оказывается, все можно сделать аккуратно. Мне даже и смешно, и в то же время я обрадовалась, что я догадалась. Конечно, может быть, вы в комментариях написали, а может быть и не написали комментариев, не так много пишут. Все, смотрите. Теперь я могу даже здесь застрочить и подогнуть вверх. Вот так надо делать, а не как я вам показала. Ну, что ж, учимся, как всегда учимся. И все классно получилось. Вот так. Мудрая мысля приходит опосля. Осталось обметать, загнуть и вставить резинку. Этот вариант, конечно, лучше. Я решила вставить черную резинку, она потуже. Это у меня третьи трусы. И они все разные. Ну, все нормальные, можно одевать, но вот это самый идеальный вариант. Во-первых, я сделала шире, проще сшить. И придумала, как правильно вставить резинку. Всем желаю сшить такие трусы своим куклам. По моему мастер-классу вы ошибки учтете и сделаете все быстро. Если вам мое видео было полезным, понравилось, прошу поставить лайк и написать комментарий. С вами была Марина. Всем пока!